Привет, друзья! Сегодня мы будем учиться строить предложения с глаголами в настоящем, совершенном, длительном времени – present perfect continuous. Это время употребляется для выражения длительного действия, которое началось в прошлом, продолжалось какое-то время и закончилось к моменту речи, или все еще продолжается в момент речи. Оно образуется с помощью вспомогательного глагола have been для местоимений I, we, you, they и has been для местоимений he, she, it. Далее мы прибавляем основной глагол с окончанием ing – doing, waiting, playing. Часто это время используется с how long, for, since. He has been watching TV for two hours. Он смотрит телевизор два часа. В вопросе мы ставим have или has перед подлежащим. Has he been watching TV for two hours? В отрицании мы добавляем частицу not после have или has. He hasn't been watching TV for two hours. А сейчас перейдем к практике. Мы ждем вас 30 минут. We have been waiting for you for 30 минут. Дождь идет два часа. Она учит английский с сентября. Вы смотрите телевизор весь день. Вы смотрите телевизор весь день. Мама убирается в квартире больше часа. Мама убирается в квартире больше часа. Он ищет тебя с семи часов вечера. Он ищет тебя с семи часов вечера. Он ищет тебя с семи часов вечера. Шарлотта преподает историю семь лет. Они смотрят в окно несколько минут. Дэйв устал. Он работал очень усердно. Ты переводил статью в течение часа. Он ждет ее ответа с понедельника. Он ждет ее ответа с понедельника. Они готовятся к этой конференции неделю Мы изучаем математику с прошлого года Мы изучаем математику с прошлого года Актер отвечает на вопросы репортера полчаса Я ищу информацию по этому вопросу с прошлого четверга Они работают в саду весь день Они работают в саду весь день Энн разговаривает по телефону полчаса Туристы осматривают достопримечательности с раннего утра Мне хочется спать Я читаю пять часов Алиса играет в баскетбол с десяти лет Мой дедушка коллекционирует марки с детства Он чувствует себя плохо несколько дней Мои соседи шумят с семи утра Студенты пишут тест три часа Я ищу свой паспорт со вчерашнего дня Но не могу его найти Майк в спортзале Он тренируется с полудня Я не чувствую себя хорошо в последнее время Она не живет с родителями с июня Она не живет с родителями с июня Тим чинит свою машину с утра Вы планируете свой отпуск с апреля? Снег идет три часа Снег идет три часа Дети смотрят мультики с одиннадцати утра Ребенок плачет полчаса Вы ждете своего рейса с десяти утра? Вы ждете своего рейса с десяти утра? Почему у тебя такие грязные руки? Что ты делал? Как долго вы работаете в этом магазине? Что секретарь пишет с трех часов дня? Сколько она учит это стихотворение? Сколько она учит это стихотворение? Где Питер чинит свой велосипед с девяти утра? Как долго вы копите деньги? Кому ты рассказываешь о своей работе с пяти вечера? Сколько он работает программистом? Сколько он работает программистом? И на сегодня это все Если это видео было вам полезно Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал До новых встреч!